Зарыли две проблемы. В микрорайоне Владимирский, благодаря совместной работе властей и местных жителей, удалось, что называется, убить двух зайцев сразу, установить размыв и, как следствие, разрушение фундамента жилого дома по Бригадирской-1, а также подтопление гаражного кооператива по улице Пехтовой. Как это было, расскажет Екатерина Леонова. Вон у меня там насос, я в тот раз приходил, откачивал, я откачал половину, ушел, на следующий день все, снова у меня, тут же все полное. Около месяца назад мы рассказывали о проблеме, сложившейся в микрорайоне Владимирский. Гаражный кооператив сильно топило. После каждого дождя без специальной экипировки к постройкам было не подобраться. Проблема появилась после демонтажа трубы, которая служила дренажом. Как нам заявили в администрации района, она была положена самовольно прежним руководством кооператива еще 30 лет назад. Истоки из нее затапливали подвалы домов поблизости. На столько лет топила эта вода гаражная. Дом пришел с одного конца вообще в негодность. Экспертиза была. По распоряжению главы Перми Дмитрия Самойлова из бюджета города были выделены деньги на строительство новой сети ливневой канализации. В итоге, благодаря совместной и слаженной работе городских властей и местных жителей удалось решить сразу две проблемы. Остановить затопление гаражных боксов и разрушение фундамента здания. На территории ГСК установили колодцы с новой дренажной системой, а жилой дом оградили высоким парапетом. Все сделали, все классно сделали. Сейчас мы, я думаю, вздохнем и начнем тихонечко ремонтировать. Потому что стены все такие снизу подъевшие, кирпич разваливается. Проверка дождем, сильным дождем, показала, что все сухо и довольны собственники гаражного кооператива. Ну и, собственно, решена проблема жителей дома. Таким образом, вот конструктивное решение, в прямом смысле управляем вместе, жители города, администрация решила эту проблему. Собственно, вот это и должно быть основой для решения всех проблем городских. Екатерина Леонова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.